В четверг состоялось пленарное заседание 19-й сессии Измаильского районного совета 6-го созыва. 15 вопросов по вестке дня местные парламентарии сумели рассмотреть в течение полутора часов. Были заслушаны отчеты о выполнении районного бюджета по итогам первого полугодия, о выполнении программ социально-экономического и культурного развития Измаильского района, о подготовке объектов отопительно-энергетического комплекса жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему сезону. О подготовке школ района к новому учебному году доложила начальник отдела образования Измаильской райгосадминистрации Татьяна Якименко. По информации, предоставленной Татьяной Григорьевной, в этом году придется снизить среднюю стоимость питания учащихся общеобразовательных школ района. Данное решение вызвано дефицитом районного бюджета. На сессии также были рассмотрены вопросы кадровых назначений. Утверждена кандидатура Олега Садковского на должность главного врача коммунального учреждения Измаильского райсовета Центральной районной больницы Измаильского района, а также кандидатура Марии Дьяко на должность директора Зернянской общеобразовательной школы. Также депутатский корпус утвердил список присяжных. Снежана Стрепетова, веб-студия «Курьер». Вполне разумным со стороны городских властей было решение провести праздничный митинг, посвященный Дню независимости Украины, не у памятника Тарасу Шевченко, как обычно, а на площади перед местным ДК. Во-первых, тень от ДК спасала всех пришедших на митинг от зноя. Во-вторых, на возвышенности лучше смотрели все выступающие и не было кученности зрителей. Митинг прошел быстро и конструктивно. Поздравили горожан с праздником городской голова Андрей Абрамченко, народный депутат Украины Юрий Круг и глава Измаильской районной госадминистрации Сергей Павлухин. После поздравлений начались награждения. Нагрудными значками и удостоверениями, подтверждающими почетное звание «Мать-героиня», были награждены три из мальчанки – Ольга Раца, Елена Андрющенко и Екатерина Романенко. А директор общеобразовательной школы номер 9 Василий Беркуца получил почетную грамоту Одесской областной администрации за многолетний труд и весомые достижения в профессиональной деятельности. Затем красивые корзины с цветами торжественно понесли к памятнику Великой Букавзари. Порадовало большое количество народу на митинге. И отсутствие длиннот, краткость не зря называют сестрой таланта. Оксана Корселиан, Веб-студия, Курьер. Для большей части населения Земли рис является основным продуктом питания. Наша страна не составляет исключения в плане популярности этого продукта. История рисосеяния в Украине началась в 1963 году со строительства растительных систем для возделывания риса на юге страны. Корневая система риса слабо впитывает влагу, поэтому он любит стоять в воде и не торопясь вбирать в себя все необходимое для воздревания. В Измаильском районе в этом году засеяно 182 гектара риса. Выращивают его фермеры сел Кислица и Камышовка. В Кислицах еще с советских времен действует насосная станция 2 – Кислицкая рисовая растительная система Измаильского управления водного хозяйства. Рассчитана она на обслуживание 1449 гектаров земли, поэтому сейчас ее возможности используются в минимальном объеме. Фермерское хозяйство «Крокус» из Кислиц под выращивание риса отвело 20 гектаров. Мария и Николай Парижкура выращивают и другие сельхозкультуры, арендуя всего 60 гектаров. Большую помощь родителям оказывает и сын Евгений. Урожай риса семья всегда собирает хороший – в среднем по 60-65 тонн с гектара. Главное, по мнению фермеров, не лениться и соблюдать все технологии. Снежана Стрепетова, веб-студия «Курьер». Хорошая солнечная погода, интересные вокальные и танцевальные номера, грамотный конферанс, чистый звук и яркие костюмы участников сделали концерт, что проходил 24 августа в честь дня независимости Украины на площади уместного ДК, очень интересным и по-настоящему праздничным. Сразу после митинга и возложения цветов перед зрителями выступали Мальвина Митева, Ксюша Дорошенко, Надежда Чернева, сестры Дели, Марина и Диана, Наталья Облакова и Машенька Искра. Хореографические коллективы, ритм, детки, дрим-дэнс, фантазия и другие. Пока шел концерт на площади УДК, публика то пребывала, то убывала. Были в толпе и молодые, и пожилые измельчане, и много детей. Короче говоря, концерт получился живым, взаимоприятным для публики и артистов, и прошедшим на достойном уровне. Оксана Картелян, веб-студия «Курьер». В День независимости Украины на длинном бульваре в парковой зоне экспонировалась выставка декоративно-прикладного искусства и картин художников Придунавья. Можно было полюбоваться на изделия из вышивки, на мягкую игрушку, керамические фигурки, сумки и другие изделия из кожи, самодельную бижутерию и многое-многое другое. Выставляли свои работы клубы рукоделия «Фантазия» и «Искусница», известные керамисты и новые мастера-прикладники. На выставке можно было приобрести понравившиеся экспонаты, подушечки, рушники, панно, кукол, украшения и многое другое. Интересным моментом в работе выставки стало посещение мастер-класса клуба «Искусница» по изготовлению поздравительных открыток Андреем Абрамченко и Юрием Круком, которые сами изготовили открытки с цветами, букашками и листьями. Оксана Картелян, Веб-студия «Курьер».